Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас 23 февраля 2024 года, пятница. Хотите, я вам расскажу сказку для взрослых? Серьезнейшую такую сказку, ну, для взрослых. Ну, можно и пускай и дети слушают. Не-не-не, не стесняйтесь. Так, хотите? Вижу, вижу лес рук, лес рук, все, вижу. Все, расскажу. Ой, даже Семка хочет тоже, я его тоже посчитал. Начинаем. Послушайте внимательно. Сказка интересная. Сколько же денег должен иметь житель Латвии на случай кризиса? А? Ну, вот на случай кризиса. Разбираемся? Разбираемся. Подушка безопасности на момент кризиса, когда вдруг возникают какие-то непредвиденные проблемы, насколько большими должны быть сбережения, с которыми человек мог бы прожить какое-то время в ближайшем будущем. Но это был вопрос, большущий такой вопрос. В ближайшем будущем. Начинаем. Ответ на этот вопрос в эфире ТВ24 дал экономист, экономист банка «Луминор» Петерис Страутенш. Классическая упрощенная формула. Три чистых зарплаты. Ну, имеется в виду, три чистых – это после уплаты налогов. На руки. Если в прошлом году средняя брутта зарплата в Латвии составляла, ну, грязными, правильно, да, понимаете? Составляла 1550 евро. Это нет-то на руки. 1200 евро. То экономический, активный, среднестатистический гражданин должен иметь стабильные сбережения в размере около 3600 евро. Подсчитал Страутенш. Не переключайтесь. Не-не-не-не-не-не-не, подождите, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас суть будет. Если смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату, ну, заработную плату, среднюю по всему распределению вместе взятым, то, то чистые цифры составляют около 1000 евро. Соответственно, 3000 евро были бы необходимы для накоплений. Не-не-не-не-не-не, это еще не все. Да, у кого-то гораздо больше. У кого-то вообще нет сбережений. И богатство распределено очень, очень неравномерно, говорит экономист. Как вам такое? Как вот? Ну, вот я не мог пройти мимо, друзья. Просто не мог. Напишите комментарий. Сколько вам надо бы, чтобы в случае кризиса, кризисной ситуации, ситуация кризисная, вы понимаете, они разные бывают, кризисной ситуации. Да, сколько бы вам бы потребовалось денег? Да, без денег попробуйте прожить. Особенно сейчас, вот в наше время. Да. Большая просьба. Напишите комментарий. Что вы думаете вообще? Вот про это вот. Про сколько же денег должен иметь житель Латвии на случай кризиса. И еще хочу я вас предупредить, друзья. Да, готовьтесь, готовьтесь. Ну, конечно, хорошая новость. Хорошая новость. Хоть здесь хорошая новость. Лютых морозов не будет. Лютых морозов. Прогноз на конец февраля. Наконец-то, наконец. Мы поймали, наконец. Так, предстоящие выходные. И на следующей неделе. А на следующей неделе у нас что? Начинается весна. Опять весна. Опять цветы. Опять любовь. И с нею ты. Ну вот. Температура воздуха в Латвии будет выше. Вы понимаете? Выше. Теплее. Чем обычно в конце февраля временами ожидаются дожди и туманы. Прогнозируют синоптики. Вот сегодня у нас льет. Льет. Почти что ливень. Друзья, утром было вроде хорошо. А сейчас льет. Да, 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 да. Снегов нету, а дождик льет. Вот такая у нас зима заканчивается. Прогнозируют синоптики. Предстоящей ночью, вот что сейчас будет ночь. С 23-го на 24-го. В восточных регионах ожидается дождь. Дождей будет море. Утром и днем в субботу дожди пройдут на большей части территории Латвии. Курзы мы сильные. Ну это ливни, друзья, будут там. Курнозаполь. Ночью и утром во многих регионах возможен туман. Минимальная температура составит от 0 до плюс 5 градусов. Во второй половине дня. Ну завтра уже. И вечером усилится южный ветер. А температура повысится до плюс 6, плюс 10 градусов. Друзья, 10 градусов тепла завтра. Ну это не везде, конечно. На западе. Ну и у нас может быть, да. У нас здесь может запросто в нашем районе. Ну мы относимся, можно сказать, в центру. И юго-центру. Понимаете? Вечером, в субботу и в ночь на воскресенье. Во многих регионах возможны порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Очень будет. Я предупреждал вас уже, друзья, кто нас смотрит постоянно. Очень сильный ветер начинается с завтра. Метров в секунду. В течение ночи ветер стихнет. Облаков станет меньше. А температура воздуха понизится до минус 1, плюс 4 градуса. Да. В воскресенье будет солнечно. Дождь возможен преимущественно в Латгалии. Максимальная температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 9 градусов. В первой половине следующей недели временами ожидается дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля. А днем местами будет превышать, превышать и повышаться, друзья, 10 градусов, плюс 10 градусов. Тепла. Ввидземы и Латгалии из-за дождей и таяния снега ожидаются повышения уровня воды в реках. Также начнется ледоход. Это там, где там, там, на востоке. Возможно образование ледяных заторов и резкие колебания уровня воды. Это предупреждают уже гидрологи. Извините. Но все равно, вот посмотрите. Вот и все. Зима-то, можно сказать, закончилась. Все. Опять весна, я говорю, опять цветы. Ну, цветочки, заходите, смотрите. Мы уже показывали тюльпаны. Да-да-да-да, море тюльпанов, друзья, какая красота. Все-таки настроение. Всем пока не кашляй. Да, и он там игрушкой своей играется. Вот. Все-таки, да-да-да, друзья, зима уже закончилась. Ну, что тут осталось? Сегодня 23-е, 29-е. 6-е, ой, я даже его посчитать смогу, да. Плюс 6, 29-е. Я даже сейчас открою. Новость я закончила, друзья, да. Открою и посмотрю, что 1 марта, это будет уже следующая пятница. Вот, друзья, в следующий раз я вас буду поздравлять с первым днем весны. Ой, как летит время. Вот как бы так придумать какую-то машину времени, чтобы ее переключить на какую-нибудь пониженную скорость. Ну, куда так время летит быстро, мгновенно. Все, друзья, буду заканчивать. Пишите комментарии, что вы думаете про деньги. Деньги вам надо? Деньги вам надо? Сколько вам надо денег? Сколько денег вам надо? И сколько должен иметь житель Латвии на случай кризиса? Какого кризиса? Не дают понять, друзья. А может, намекают? А они помогут? Ну, хоть на какое-то время помогут, друзья. Ну, пишите комментарии, друзья. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. С друзьями поделитесь. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Весна на носу. До свидания. Спасибо, друзья, за поддержку нашего канала. Всего доброго.